МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Марина Ржалая. Глядите в этом выпуске. Выники мониторинга, выполнение законодательства, а прац разглядели на президенте Совета областного объединения профсоюза. Профессийные письменники и молодые творцы. У Гомеля отбылся литературный вечер суквете зорок. У картинной галереи Гаурила Вашенки можно убачить ляльки, цацки и гульни часов СССР. А зараза об этом и иншим больше подробязна. Обмерковать проблемы комплексной реабилитации людей с обмежеванными махчимостями, найти шляхи их выращения. Пытанием медицинской, психологичной и працонной адаптации инвалидов сегодня присвятили тематичный круглый стол. Сустреча представников органов улады, специалистов охоты здоровья, керонников реабилитационных и здоровья центров прошла в Комитете по праце занятости и социальной обороне Гомельского облаконкама. На прикладах и фотосправоздачах реальных выников работы у дельники круглого стола смогли оценить, як можно жить и працавать инвалидам розного узросту у нашим регионе. Есть, что ставить у приклад, але есть над чем працавать. Сегодня в области зарегистровано 86 тысяч людей с обмежеванными махчимостями. Больше 14% этих людей працуют на предприемствах в области. Что год, свыше 700 инвалидов звертаются у Центры социальной обороны насильства за допомогой в працеулатковании. Але есть махчимость притягивать до посильной занятости и допомогать в працеулатковаться большей колькостью людей с обмежеванными махчимостями. Есть потенциал и в развитии центров дзеннага знаходжения для инвалидов у районах. У дельники круглого стола означают, шмат шагу робится у рамках международных проектов. Развиваются проекты первой реабилитации для инвалидов-колясочников. Молодые инвалиды, например, активно створяют интернет-ресурсы для первой допомоги и социальной адаптации тех, кто затыкнулся с тяжким диагнозом – инвалидность. «Необходимо менять отношения общества и формировать положительный имидж человека с инвалидностью. Мы планируем провести к Международному дню инвалидов такой конкурс, как «Самый успешный человек в коляске Гомельской области». Достаточно много у нас людей, которые достигли в новых жизненных условиях и самодостаточными являются. И могут быть примерами для остальных, и мы хотим эти примеры показывать». Захворываемость на сухоте у Гомеля снижается, но ситуация по раннейшему находится под пильным державным наглядом. Выконание под программы туберкулеза обмерковали сёни на посаджении у Гарвыконками. Первая диагностика этой хворобы проводится у немаулят с двухмесячного взрослого. План на этот год – шляхом иммунологичных проб – обследовать свыше 25 тысяч детей под летка у Гомеля. За первую погоду проверку прошли коля 85% человек этой взрослой категории. Причем инфицированные дети застаются под наглядом фтезиатра до возникнения погрозы развития захворывания. Что утречится дорослых, то рентгенофлюорографичное обследование повинен пройти о малькожным. С початку года областным центром таким шляхом выявили коля 70 выпадков туберкулеза. Одна из серьезных проблем в заявлениях этой хворобы у ВИЧ-инфицированных. В целом же ситуация, хоть и складанная, леоапошняя ГД означена становчивыми тенденциями. Чтобы облегчить своевременную диагностику туберкулеза, зразумело потребны гроши. Зараз, например, необходимо набить пересонный рентгенофлюорографичный аппарат и некольких стационарных для медустанов города. Выездное посередование Президуума Совета областного объединения профсоюзов прошло в Гомеле. Главной темой с встречой стали выники мониторингу, выконания законодавства об праце в организациях, которые относятся до Гомельского отделения Белорусской чугунки. До речи, таких организаций наличивается 26. И в 2018 году заканчивается термин дня коллективного договора, заключенного с их супрацовниками. Напередо дни принятия новой редакции, профсоюзная организация пропоновала унести у него некоторые смены. Например, затвердить два фиксованные дни выплаты заработной платы у месяц и докладно их притрымливаться. Однако, как отзнашили специалисты, серьезных заваг и порушения у працы в Гомельского отделения Белорусской чугунки не знойдено. На сегодняшний день это, наверное, один из лучших коллективных договоров Республики Беларусь. Почему? Потому что все те социальные гарантии, все те социальные льготы, которые сегодня предусмотрены Генеральным соглашением, они на сегодняшний день все включены в наш коллективный договор. Отлечения белорусской чугунки для профсоюзной организации складают 0,7% от фонда оплаты працы. При этом в Гомельском отделении працуя около 11 тысяч человек. Кабу бачить, куда и на что конкретно тратятся эти гроши, члены президиума Совета областного объединения профсоюзов познайомились с бытовыми умовами лакомотивного депо, стадионом лакомотив и санаторием Гомельского отделения белорусской чугунки, где и прошло само посяжение. 0,1% остается в первичке, 0,1% на райпрофсош, и 0,5% это средства, которые идут на культурно-массовую работу, спортивную работу. Именно все это возвращается людям. У нас принято, так говорить на белорусской железной дороге, дорога железная, а люди золотые. Ну, наверное, на самом деле это так и есть. И мы сегодня трудимся именно для людей, во имя людей и на будущее. Как выник проведенного мониторингу, наступная статистика. Звонение супрационников после закончения контракта на предприемстве складает меньше за 5%. На выходных у Гомеля отбылась урочистая церемония открытия Гомельской ЦС-1. Она дозволит забеспечить беспробойность и надеянность теплозабеспечения в областном центре, а также отримать огромный системный эффект экономии палева. Меж тем, у которых гомельчаны есть сомнения на кон достатковой экологичности этого проекта. Сегодня супрационники ЦС-1 сострялись с представниками СМИ, чтобы рассказать журналистам, как склалися справа в этом направлении. На Гомельской ЦС-1 установлена турбина японской вытворчасти. Она имеет очень высокий показ о экологичном направлении. Куда больше, чем те, которые сейчас выживаются в Украинах Евросоюза. Даже при номинальной нагрузке максимальная допущенная концентрация по выкидах, установленная законодавством, никогда не превышается. Почему появляется иногда, как было замечено, немного рожеватого оценка такого, может быть, оранжевого дыма? К сожалению, все турбины такого типа газовые имеют более худшие показатели на начальном периоде пуска этого оборудования. Когда с холодного состояния турбина запускается для достижения номинальной нагрузки. Он непродолжительный – 40 минут на данной типе машины. При этом возможно появление каких-то цветовых оттенков в дыме, но они не имеют критичного значения по нормам ПДВ. На номинальной нагрузке все показатели очень хорошие, и экологию мы соблюдаем. Что тычется показчиков шумового фона, они так само отповедают усим необходным нормам. На территории ЦЭЦ-1 у Сталявана великая колькость застерогальных прылат, которые потребуются по законодавству на объектах повышенной небеспеки. Сейчас ожидаяется их подконтрольная эксплуатация – это розного рода выпробований, которые створяют додатковый шум. Сейчас идет период подконтрольной эксплуатации, в котором происходит и режимная наладка, и пусконаладка, пробные пуски, и различного рода испытания. Все эти устройства надо испытывать. При их подрыве, конечно, создается довольно большой шум. Но мы стараемся это делать в дневное время, чтобы не создавать неудоб. Сегодня у Гомеля отбылся литературный вечер с уквеца «Зорок». В центре уваги профессиональные письменники и молодые творцы, которые достигнули значительных успехов в 2017 году. Литературная Гомельщина в материале Олега Сенсюрова. Наповедно, это самые протяглые областные дожинки, правда, не сельская господача, а литературная. Подождались первые версии и по великим рахунку завершение сеток и зараз 24-го Костричника. Литературное житие региона сегодня оказалось вельми насыщенным. Необходно было и удел в международных проектах принять и ушановать селепших за вручением заслуженных узнагородов. Заслуженные узнагороды – это у темнеку и достатково редкую Беларуси нагрудные знаки Международного союза письменнику и майстровому статству. Гоноровый наставник творжей молоди. Об необходимости потребности молодых творцев на Гомельщине зараз не только кажут, а лей робить у этом накерунку конкретные кроки у темнеку и с выкористанием международных совезев. Бадай самый знакомитый проект зараз «Берагися Бродства», яке Гомельское отделение Союза письменников Беларуси реализуя разум с краснодарскими и ростовскими коллегами. У взаимообмен творами, когда молодой литератор из Ростова, из Москвы, из Санкт-Петербурга присылает свои творы беларускому молодому автору, и они перекладывают один одного. Наш беларус перекладает на беларускую мову, россиянин перекладает с беларуской мовы на русскую мову. За этим всем надзирают, допомагают, подказывают опытные литераторы. Быть литератором зараз не просто, а парча таленту для выдания сборников необходные еще и немаленькие сродки. Правда, наибольшие текавые творы на Гомельске не выдаются за бюджетные сродки в рамках литературной премии имя Кирилла Туровского. Переможцы этого года вызначены некакий день тому, а лепакули их прозвищи не называются. Зато я ведома прозвища письменника, який селита стал лауратом национальной литературной премии. Член Союза письменника Беларуси Василь Ткачев за сборник пьес «Характеры» выдадены дякуючую гранту президента краины. Творы Василя Ткачева сегодня ставятся у театрах Беларуси, России, Украины, Таджикистана, что свечит як об профессионализме автора, так и об актуальности написанного. Особливый гонор я, как драматург, отшиваю, когда мои пьесы ставят в народные театры в нашей стране. До приклада Витебщина часто звертается, Брещина, Гродинщина. Чему? Откажу. Потому что в народные театры репертуар выбирают для себя вельми потребовательные. Одну-две пьесы в год ставят, и как мне помылиться, они берут пьесу уже, ну, такая, как стрелила, как кажуть. И когда тропляет моя пьеса в репертуар народных театров, это для меня великая узнагорода. Олег Сентяров, Игорь Марыченко, телерадокомпания «Гумель». Картинная галерея Гаурила Вашенки мкнется постоянно радовать своих наведывальников оригинальными выставочными проектами. Зараз тут можно убачить ляльки, цацки и гульни часо СССР. Экспозиционная простора дозволить больше дорослому поколению на час перенестися у свое детинство. А подрастающему убачить, с чем и как у свой час загуляли их родные и близкие. Вероника Ворошилина, Володая подробязностями. Выстава «Привитание родимки» в стенах картинной галереи Гаурила Вашенки проходит в рамках ретро-проекта «Детинство у Спадшину». Тут можно убачить, как редкие, так и широко распоосудженные цацки, ляльки и гульни советской эпохи с коллекцией Олены и Олега Карпицких. Сбором экспонатов у мастаки займается кругу больше, как два года. Одни предметы они набывали на специальных рынках и аукционах, иншие обменивали або отримливали у подарунок. У кожной проставленной цацки своя тековая история. Вот эту куколку мне прислала незнакомая женщина. Когда-то в пору ее молодости на празднике Масленицы снял со столба с призами ее юный друг. И она очень долго, практически всю жизнь, вот эта куколка ездила с хозяйкой по каким-то городам. Они переезжали, она сама из России, вот, и остановились они, наконец, в Минске. И вот эта вот куколка Василиса, как мы ее называем, вот она ездит с нами теперь уже по выставке. Одны ляльки тропляют до мастаков в выдатном стане, иншие приходится одновлять летти не по крупицах. Олена и Олег Карпицкие реставруют их, начинающие от пошиванного одения до фарбовки або запаивания особных часток. Як означают сами ауторы, у ляльках советского периода просочивается тонкая грань помеж образом и натуралистичностью. Кожный представленный экспонат – соправдный твор мастатства. А сама выстава будет текавая представникам розных поколений. Скорее всего, конечно, да, выставка рассчитана на взрослых. Как память, радость какая-то с соприкосновением с чем-то из твоего детства. Это всегда близко, потому что сам бывает, вот находишь какую-то игрушку, да, вот у меня такая была, вот у меня такая была. И вспоминаешь, оказывается, у меня столько игрушек было, гора разных и интересных, красивых. Внимание тогда этому не придавало значения, а на самом деле, оказывается, это важно. Но целевая аудитория все-таки хотелось бы, чтобы приходили дети, именно дети, и смотрели, вот с какими игрушками игрались их родители, бабушки, дедушки. Олена и Олег Карпицкие упыненные царские обовязково повинны жить. Менавито тому выстава мая интерактивный характер. Фактично все представленные на ее предметы можно брать у руки для больше деталевого разгляду. А еще тут есть специальные зоны для гульня, умаливания и фотографирования. Вероника Ворошилина, Евген Макенко, Валерий Гопанько, телерадио «Кампания Гомель». Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tv.gomel.by. Далее у эфира «Спортивный огляд». С новинами спорта у вас познайомить Максим Савин.